Дорога веры и милосердия Великая княгиня прожила жизнь полную тяжелых испытаний, но до сих пор является для православных примером веры, милосердия и добродетеля. Янна Макарова, это Азы Православия. Возле Спасского храма села Усова сегодня много людей. Они здесь, чтобы почтить память святой великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, вся жизнь которой явилась образцом добродетели, милосердия и веры. После божественной литургии все эти люди примут участие в седьмом Елисаветинском крестном ходе, посвященному столетию мученической кончины великой княгини Елизаветы Федоровны. 18 сентября Русская Православная Церковь совершает память святой праведной Елисаветы, небесной покровительницы великой княгини. Крестный ход приурочен к этой дате. А еще 18 сентября 1884 года Елизавета Федоровна впервые присутствовала на литургии в храме Ильи Пророка в Ильинском. Вместе с ней вспоминают и святых царственных страстотерпцев. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий лично приехал в Усово, чтобы возглавить божественную литургию. Сегодня мы отмечали столетие ее подвига. Мы верим, что мы, как временные люди, уйдем из этого мира очень скоро, но праведники будут вовеки жить, и наш народ будет утверждаться в вере их молитвенной помощью. Елизавета Александра Луиза Алиса Гессендармштадтская, будущая великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте. Ее родителями были великий герцог Гессендармштадтский Людвиг IV и принцесса Алиса, дочь знаменитой английской королевы Виктории. Герцогская семья вела очень скромный образ жизни. Своих семерых детей воспитывала в строгих правилах, в протестантской вере, с малых лет приучая к состраданию. Дети вместе с матерью ездили по больницам, навещали сирот в приютах, посещали дома инвалидов, учились сострадать чужому горю. Сестра Елизаветы Алиса в будущем станет супругой Николая II, а сама она в 1884 году выйдет замуж за его родного дядю, великого князя Сергея Александровича Романова, и станет великой княгиней. Медовый месяц молодожены провели в имении Ильинское. Елизавета Федоровна под руководством мужа начала изучать русский язык. Она выучит его в совершенстве, а также историю, православные обычаи. Великий князь был очень религиозным человеком, строго соблюдал посты, ездил по монастырям и жил по церковному уставу. Елизавета пишет родным, что она невероятно счастлива с мужем, который оказывал на нее поистине огромное духовное влияние. Вместе с супругом она впервые совершила паломничество на Святую Землю. Побывав в монастыре Марии Магдалины в Иерусалиме, великая княгиня, пораженная его красотой, произнесла «Как бы я хотела быть похороненной здесь?» Ее словам суждено было сбыться. В 1891 году, после нескольких лет размышлений, Елизавета Федоровна приняла православие. Тогда же великий князь Сергей Александрович стал генерал-губернатором Москвы. Он был монархистом, отрицал либерализм, видя в нем угрозу духовного разложения страны. Неудивительно, что у великого князя было очень много врагов, причем из разных сословий. Елизавета Федоровна вместе с мужем начала заниматься благотворительностью. Возглавила Дамский комитет Красного Креста. Из всех добродетелей наибольшее она считала милосердие, причем даже в самом малом его проявлении. Крестный ход каждый год объединяет два подмосковных района – Одинцовский и Красногорский. Сегодняшнее событие, оно действительно и культурное, и духовное одновременно, но масштаб общероссийский. Уверен, что среди паломников будут еще и гости из других стран, и ближнего зарубежья, и из Европы. Все, кто связан так или иначе с царской семьей, и я знаю, и потомки тоже Романовых будут сегодня на наших мероприятиях. Ну и в целом, это, конечно, история страны, история именно этого места, которое благодаря нам, благодаря Елизаветинскому фонду Российской, Русской Православной Церкви восстанавливается. Впервые Елизаветинский крестный ход собрал такое количество паломников – около трех тысяч человек. Они пройдут по тем местам, где жили Елизавета Федоровна и Сергей Александрович Романовы. После службы к автобусам высраиваются очереди. Паломников отвозят в село Ильинское. Это совсем близко. Дорога занимает всего несколько минут. Шествие начнется от храма Ильи Пророка. Сейчас формируется колонна крестного хода, волонтеры с хорогвиями, казачество понесет иконы, духовенство, паломники. Пять километров из Ильинского в Усово. Такой маршрут сегодняшнего крестного хода. Иконы спасителя Елизаветы Федоровны и царской семьи. Колокольные звоны раздаются на всю округу. Имения Ильинское и Усово были куплены Александром II для супруги императрицы Марии Александровны. Их унаследовал от матери великий князь Сергей Александрович. В Ильинском супружеская чета проводила лето, а в сентябре всем домом на плотах переправлялись через Москву реку Усово, свою зимнюю резиденцию. Этот маршрут и выбрали для паломничества. В этом году Елисаветинский крестный ход проходит в седьмой раз по благословению митрополита Крутистского и Коломенского ювеналя. С погодой нам не повезло. С самого утра идет дождь, но это никак не сказывается на настроении паломников, которые пришли сюда целыми семьями. Читают молитвы, поют и вспоминают великую княгиню Елизавету Федоровну. Дождь между тем только усиливался, и очень пригодились плащи, которые паломникам раздали волонтеры. Довольно быстрое шествие достигло берега Москва-реки. Специально для крестного хода организаторы соорудили понтонный мост. На него пускают только по два человека. Казаки строго следят за этим. Паломники быстро и организованно оказываются на Усовском берегу. Хорошее ощущение. Дождь идет, а настроение недождливое. Настроение солнечное. А почему вы решили принять участие? Ну не знаю, в храме объявили, что есть такой крестный ход, и захотелось первый раз узнать, что это такое. И желаете ей было победить? Нет, 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 нет. И даже по проселочной дороге шли, и было легко. Наверное, все друг друга поддерживаем, с молитвой идем. Очень легко и хорошо. Крестный ход собрал много сестринских приходов. Это женщины, решившие посвятить свою жизнь идеалам святости. Для них Елизавета Федоровна – пример для подражания. В 1905 году муж Елизаветы Федоровны, великий князь Сергей Александрович, погиб от бомбы террориста Ивана Каляева в Кремле. Великая княгиня первой прибыла на место трагедии и своими руками собирала части тела любимого мужа, разбросанные взрывом. Все дни она проводила в молитве. Близких поражала ее истинная христианская стойкость. Елизавета Федоровна посетила убийцу своего мужа в тюрьме и смогла найти в себе силы его простить. А потом подала императору Николаю II прошение о его помиловании, но царь отказал. На месте взрыва по ее просьбе установили памятный крест, созданный по проекту художника Виктора Васнецова с выбитыми у подножия словами Иисуса Христа из Евангелия от Луки. «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят». Большевики крест снесли, но несколько лет назад при содействии Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества по поручению президента России он был восстановлен. После гибели супруга Елизавета Федоровна решила отдать все свои силы служению Христу и ближним. Она продала драгоценности и купила землю в Замоскворечье, где в 1909 году основала обитель Милосердия, назвав ее в честь святых жен Мироносец Марфы и Марии Марфа Мариинской. Елизавета Федоровна сама приняла постриг. Вместе с другими сестрами она помогала нуждающимся, ухаживала за больными, ранеными, детьми из приютов. Во время Первой мировой войны помогала формировать санитарные поезда, отправляла солдатам лекарства, одежду, продовольствие, походные церкви с иконами и всем необходимым для богослужения. Она также помогала семьям, оставшимся из-за войны, без кормильца. Для меня это ангел, ангел вообще во плоти, ангел на земле. Стараюсь брать, конечно, с ее жития пример, не всегда получается, но это такое вообще житие, когда прочитаешь ее, это что-то с чем-то несравнимое. Дальнейшая судьба Елизаветы Федоровны сложилась трагически. После захвата власти большевиками, ее арестовали и отправили в ссылку на Урал, в город Алапаевск. Великая княгиня могла спастись, уехать в Европу, но она предпочла остаться в трудные времена со своей страной и народом. За матушкой последовала сестра милосердия Варвара Яковлева, которая оставалась с ней до конца. 18 июля 1918 года по приказу Ленина их сбросили в шахту в глухом лесу и забросали бревнами и гранатами. С приходом Белой Армии одному монаху удалось найти тело Великой Княгини и через Китай перевезти его в Иерусалим. Так Елизавета Федоровна нашла упокоение в церкви Марии Магдалины в Гефсимании, как и желала того. В 1992-м Русская Православная Церковь причислила ее к лику святых новомучеников России. Память ее мы празднуем в день смерти, 18 июля. Ну, они же за нас погибли, за веру. Мы забросали в шахте камнями, гранатами. И поэтому мы даже почти не поймем, как мы и воинов. Почему войну? Так мы должны здесь, я думаю. Отдать долг свой. Должны? Должны. Крестоходцы прошли мимо сохранившихся с Елизаветинских времен здания родильного приюта, лазарета, открытого Великой Княгини в 1905 году для раненых воинов Русско-Японской и Первой мировой войн, школы. Преодолев почти 6 километров, спустя 2,5 часа паломники пересекли Рублевское шоссе и под праздничный колокольный звон достигли Спасского храма в Усове. Этот храм возводился при попечительстве Владимира Путина. После общей молитвы паломники смогли отведать полевую кухню, горячую гречневую кашу и вкусную выпечку с чаем. Чуть позже в одном из концертных залов Усовского района состоялся вечер-реквием к столетию памяти царственных страстотерпцев. В фойе гостей встречают акварельные работы монахини обители Святой Марии Магдалины в Иерусалиме. В монастыре по желанию Великой Княгини Елизаветы находятся ее святые мощи. Поэтому Елизаветическое Сергиевское общество пригласило матерей, чтобы они именно из монастыря Великой Княгини Елизаветы, где хранится эта Великая Святыня, привезли свои работы. При монастыре есть заочный институт, в котором преподают живопись, иконопись, реставрацию. Живописью занимается 11 сестер. У нас, знаете, такое правило. Помните, как Господь в воскресный день посмотрел, как все здорово. И сказал, как хорошо создано. И в воскресный день мы отдыхаем. Наш отдых – это мы выходим на этюд. У нас много сестер пишет. Ни одна работа не подписана. Монахини говорят, что у них нет автора. Точнее, он один – Христос. Здесь и пустыня иудейская, и Галилейское озеро, и Средиземное море, откуда отплывали апостолы на проповедь по всей земле. Здесь и удивительные зарисовки дали Святой Земле. Эти пустыни Святой Земле помнят ноги Христа, как он здесь ходил, как он здесь проповедовал, и после, как здесь работали его последователи, сколько было создано монастырей, сколько здесь великих подвижников работало. В обители сейчас живет 30 сестер из разных стран. Россия, Америка, Канада – настоятельница монастыря из Австралии. Матери предоставили акварели специально для выставки, и на них вся Святая Земля. Техника акварели позволяет в мгновение показать удивительные картины Святой Земли. Эти акварели как бы написаны светом. Они просто такие тающие. Это евангельские темы, это места, по которым ходил Христос, те же цветы цветут, анимоны, ирисы, тамарийские, прекрасные стрелки кипарисов, огромные оливы. Все это осталось, как это было при Господе. Монахи не говорят, что человек, который не имеет прошлого, не имеет и будущего. Люди должны знать свою историю, чтобы не повторять ее. И сама вот история, она же по-разному внутри трактуется и воспринимается. Ведь то, что произошло с Елизаветой Федоровной, вот это вот зверство, которое произошло, ведь очень многих привело к вере. Именно это. Та чистота, та собранность, не просто чистота, а нравственная, абсолютная высота. Абсолютная. И мы сейчас должны себя выравнивать. Можем ли быть хотя бы подобными такому. Можем ли быть хотя бы Музыка, которая в этот вечер звучала со сцены, пронизана болью и скорбью. Она стала напоминанием того, что события 1918 года не должны повториться. Ее автор – митрополит Волоколамский Иларион, один из самых известных современных церковных композиторов. Работая над своим произведением, он изучал архивы и был поражен силой духа императорской семьи. В этом произведении есть несколько составляющих. Там есть текст. Это текст исторического содержания. Он рассказывает о трагической гибели царской семьи, о великой княгине Елизавете, ее жизненном подвиге и о тяжелых годах гонений на церковь в 20-е и 30-е годы. Там также есть музыка, которая в основном заимствована из моего произведения «Страсти по Матфею» или из некоторых других произведений. И есть видеоряд, который иллюстрирует эту музыку. Кадры кинохроники, церковная музыка, тексты из Евангелия и дневников семьи Романовых. Под звуки молитвы артисты рассказывают о страшной трагедии в российской истории убийстве последнего русского царя. Сто лет назад был расстрелян последний русский император Николай II. Вместе с ними были убиты его жена императрица Александра Федоровна, дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, сын Алексея. На следующий день в Алапаевске была заживо победена сестра императрицы Великая Княгиня и Елизавета Федоровна. Сегодня мы вспоминаем царственных мучеников, а вместе с ними всех безвинно пострадавших от рук безбожников в самый страшный и трагический период истории нашей многострадальной Родины. Счастье состоит не в том, чтобы жить во дворце и быть богатым, говорила Елизавета Федоровна. Всего этого можно лишиться. Настоящее счастье то, которое ни люди, ни события не могут похитить. Ты его найдешь в жизни души и отдании себя. Постарайся сделать счастливым тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив. Вы смотрели Азы Православия. Увидимся на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова